Юродивые. Беглецы от мира на Руси. Феномен юродства был широко представлен в Московском царстве и затем в той или иной форме дожил до времен Николая II, по сути окончившись вместе с Российской империей. Русские города временами наводнялись с самыми странными персонажами, которые вели себя вызывающе и говорили ужасные вещи, но при этом и слушались вниманием и благоговением, как простые крестьяне, так и высокородные персоны. Юродивые – специфическое русское явление, означающее человека с явными психическими отклонениями, но при этом находящееся в осознании себя и в рамках православной церкви. Считалось, что так проявляется в них Божья благодать, и их действиями и словами руководит Святой Дух. Сложился целый слой уродивых. Это были странствующие монахи и разнообразные сектанты и просто объявившие себя таковыми психически неустойчивыми людьми. Причем отличием их от простых сумасшедших являлось умение показать пороки общества или самого царя через странные, на первый взгляд, действия. Этим они уподоблялись библейским пророкам, которые ходили ногами, сидели на столбах десятилетиями, вступали в брак с проститутками, чтобы показать порочность и удвуличие общества. Юродство было фрагментарно представлено Византией, но только на Руси они обрели невиданный размах и силу, хотя что-то похожее демонстрировали шитью Западной Европы и некоторые наиболее отвратительные касты в Индии. Юродство становится специфическим русским явлением, но Украине и Белоруссии этот плод и крестьянского благочестия не получил распространения, и материалов о существовании там юродивых нет. Первым русским юродивом, о котором сейчас известно, является Киево-Печерский монах Исаакий, скончавшийся в 1090 году. И схожесть была в том, что юродивы могли под видом сумасшедших говорить то, за что всем, впрочем, полагала за божественная казнь. Этот момент провелся еще в самой Древней Греции. После поражений, афиняне установили казнь для того, кто внесет закон о завоевании острова Салмин. Салон, боясь, что молчание его повредит государству, а выступление погубит его самого, притворился впавшим в безумие и решился действовать. В растерзанном виде он побежал туда, где бывало много народа. Он начал говорить стихами и подстрекать народ к нарушению. Он увлек всех, что тотчас же было постановлено начать войну, и после победы над врагами остров перешел во владение афинян. Юродивы были окружены уважением и благоговением. Считалось, что на этих людей не только снизилась благодать небес, но и тяжелая ноша, говорит и делает то, что опасно и крайне необычно, если не отвратительно. Отказавшиеся от мерзких благ, семьи, нормальной жизни, эти люди жили как самые первые христиане, а оттого прочий людь прислушивался как советам и действия. Что бы они ни делали, их ни трогали, ни смеялись над ними, а слова пытались трактовать и как-то угадать, что же они значат для будущего. Например, святой Василий Блаженный бросался камнями в чудотворную икону и спорил с грозным царем. Он же бросал камни домоправедных и целовал домогрешных, объясняя тем, что у домов грешников плачут ангелы, а у домов праведников толпятся бесы. Прокопий Устюрский, поведомен нищего калеки, спал в куче мусора и ходил по устюгу в рубище, несмотря на то, что был богатым купцом и вообще немцем по рождению. Миколука свят матом обругал Ивана Грозного и предлагал ему смерть от молнии, как божьей кары. И Грозный лишь смиренно попросил молиться за избавление от такой участи. Исидор жил в хижине из веток посреди лужи в центре Москвы, днем выходя на улицу и терпя всяческие понукания. При этом, некоторые выходки были столь возмутительны, что кончались для юродивых плохо. Василия Блаженного жестоко избила толпа, когда он раскидал на ярмарке калачи торговца, но затем наступавшие на них люди увидели, что внутри был насыпан мел. Его же ждала суровая казнь, когда он бросил камень у икону, однако под слоем краски обнаружился рогатый силуэт, как будто издеваясь над верующими, кто-то нарисовал демона. Это окончательно укрепило веру в избранность этого юродивого. В некотором роде похожая практика была в Азии. В Египте суфийские мистики Маламати или асоциальный образ жизни обмазывали сменом, носили рога на голове или постоянно зажженные свечи, и при этом их очень опасались и уважали сограждане. Секта Пашупатов в Центральной Азии также предполагала, что мудрец должен быть безумцам, покрытым грязью и нечистотами, в рвании непрезираемый, только так он отречется от Бренбова. Иностранцев поражало количество юродивых, бродивших по городам и весям, пугающих своим видом окружающих, немытых, в цепях и колодках, публично испражняющихся и вопящие непристойности, и при этом к ним прислушивается даже сам царь. За ними шли толпы людей и смотрели за действиями, и если юродивый брал какой-то товар, то торговец предпочитал его отдать и поблагодарить за это. Очевидно, что в эту группу приходили не только одаренные в данном ключе личности, но и те, кто лицедействовал для личного удовольствия. Люди с харизмой и интеллектом, которые, собрав вокруг себя восторженные толпы, купались луча славы. Юродивые часто являли своей жизнью пример идеального гражданина, тотальное смирение, набожность, отречение от мирских благ, что всегда было на руку властям страны. Не все по шерсти, ино и напротив, за дело побьют, повинись, да пониже поклонись. Не плачь битый, плачь не битый, а терпимся, и мы люди будем. Исподваль, и сырые дрова загораются. За терпение даст Бог спасение. Блаженный Максим. Все странности и иродиум прощались, когда они предсказывали важные события, часто оставляемые без внимания. Например, Иоанн Большой Колпак носил на голове железное ведро, но предсказал нападение поляков на Москву. Прокопий Устюрский предсказал сильнейшую бурю в городе. Святой Михаил предсказал Ивана Третьего взятие Новгорода. Бывало, что юродивые спасали целые города, как случилось с Иваном Грозным. Утопив в крови Новгород, он ел секс-псоу. По словам летописи Рыча, как лев от ярости и жазды крови, ему на встречу выехал юродивый верхом на палке. Все жители Пскова вышли на улицы, и каждая семья стояла на коленях у ворот своего дома, вынеся хлеб и соль для встречи царя. На одной из улиц навстречу царю выбежал блаженный Николай верхом на палке. Юродивый предложил царю на угощение кусок сырого мяса. «Я христианин, и не ем мяса в пост», — сказал ему Иоанн. «Ты пьешь кровь человеческую», — отвечал ему блаженный, поучая царя многими ужасными словесы, чтобы тот прекратил убийство и не грабил святые божьи церкви. Но Иоанн не послушался и приказал снять колокол с Троицкого собора, и тогда, по пророчеству святого, пал лучший конь царя. Испугавшись пророчества и обличенный в злодеяниях, Грозный, приказав остановить грабеж, бежал из города. Опричники, свидетели этого, писали, могущественный тиран. Ушел побитый и престиженный, словно прогнанный врагом. Так неимущий нищий устрашил и прогнал царя со множеством тысяч воинов. Звездным часом русского юродства стал XIV век. В течение этого столетия прославилось свыше десятка юродивых. Причина такого взгляда популярности юродивых русский философ Федотов усматривал в том, что они заполнили пустоту, образовавшуюся в церкви после эпохи святых князей. Но к XVII веку их популярно стало падать, а поддержка от властей церкви сменилась плохо скрываемым вытеснением на периферию. Русский Север и Вятка стали последними местами юродивых. Однако уже откровенно преследуемых, тем не менее явление в народе прижилось и вполне продолжалось жить в себе следующие столетия. Почему же явление было популярным? Масса населения были неграмотными. При этом церковь имела формальное влияние и пользовалась сомнительным доверием. Народ искал святых в реальной жизни и таким образом их находил сам. На это наложилось широкое распространение язычества и проявлений даже подключено христианство. К тому же явное азиатское влияние также благоволило к такому явлению. Чудовищное бесправие, периодический террор населения, постоянные войны приводили к психологической реакции народа в виде массовой культуры высмеивания проблем, преданиям гротеской театральности, что похоже на юродивых в очень многих моментах, а главное, уход юродивой часто был выходом для человека из тяжелейшей христианской доли, где нельзя было ни уйти, ни выжить. И вот тут юродивый мог не только ответить своему учителю, но даже победить его словесно. Даже если юродивого казнят избесившихся правителей, то это тому только на пользу, ближе к лику святых и блаженных. Юродивые тяжело жили, откровенно мучились, но в том и была их сила. Преодоление всех жизненных тягость, перетерпливание их и мрачный конец в духе мученичества старообрядцев, самоистязаний скопцов или хлопцов. Долго терпили юродивых. Не всегда. Когда Василий Блаженный прямо обвинил в царе убийстве сына, это могло стать финальной точкой. Механизм был простым. Юродивые цари и священники обвиняли в лже и родстве, а значит святотавство и кощунничество. Этого хватало для ареста и казни. Последний смес к интересу к юродству пришелся на царствование Николая II. Его жена была болезненно увлечена мистикой и ушла в нее с головой после рождения безнадежно больного наследника. При дворе жили постоянно целые десятки юродивых, а также ведунов, колдун, целителей и травников, вызывая насмешки низов и отороп в верхах. Тем не менее, именно таким путем при дворе оказался Григорий Распутин. В некоторой степени элементы ее родства можно увидеть в жизни и творчестве поэтов Серебряного века, например, Максимилиане Волошине и Вильвили Мире Хлебникове. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!